Меня зовут Серенко Юрий Николаевич, кто меня не знает, я работаю в институте кардиологии имени Строжеска в Киеве. Я заведую отделом артериальной гипертензии и наша сегодняшняя тема будет касаться артериальной гипертензии и осложнений и сопутствующих патологий, которые при этом существуют. Я сразу хочу сказать, я украиноязычный лектор, поэтому мои слайды на украинском языке я говорю по-русски. С вами, уважаю аудиторию, просто чтобы вы понимали, я не думаю, что какие-то камни преткновения будут, но если будут какие-то все, договоримся сразу. Если кто честно не понял, сразу пальцем тыкнул, меня остановил, спросил. Спросил, дзень-дзень, мы поняли. Спросил и я ответил, хорошо, да, чтобы у нас было абсолютно нормальное все. Мы говорим о пациенте. Наш пациент первый раз обратился к нам в институт в возрасте 40 лет, 5 лет назад. Ему было 40 лет, жалобы у него не было, считался абсолютно здоровым человеком. Он обратился и когда мы начали его расспрашивать, он сказал, что после некоторых умственных нагрузок во время работы отмечал головные боли и ускоренное сердцебиение. Обычная физическая активность сопровождалась тоже сердцебиением и отышкой, и переутомлением. То есть это обычная детренированность, потому что на протяжении длительного периода времени вся физическая нагрузка сводилась от дома к машине, от машины к офису, к ресторану и библиотеке. То есть вся максимум до 50 метров. То есть это обычная детренированность. Анамнез. Отец умер внезапно в возрасте 51 год, 20 лет назад, вероятно, из-за сердечных причин. Мать на момент опроса была жива, 65 лет, имеет сахарный диабет, гипертензию и перенесла транзиторную ишемическую атаку. Родной брат умер от инсульта за две недели до того, как он нам обратился, в возрасте 46 лет. И это, собственно, послужило толчком. Толчком, почему он пришел и говорит, я хочу жить дальше. Когда мы начали расспрашивать, он принципиально не курит. То есть такой, вот он считает, что он здоровый образ. Да, но он употребляет алкоголь. Он сказал один-два раза в день, а потом, так честно признался, иногда каждый день 100-200 мл крепкого напитка вечером во время ужина. Ну вот из серии, что в номинации «Лучший психотерапевт года» опять победила водка. То есть на самом деле он снимал и снимал стресс, таким образом для себя считал, что это правильно. Кроме этого, в течение дня он 4-5 чашек кофе выпивал, потому что он все время на работе говорит, я должен все время держать руку на пульсе, спать времени нету, я так активно действую. При осмотре, вот он выглядел приблизительно вот так, вот объем талии 115 см, индекс массы больше 30, 92 удара в минуту в покое. 150-90 см, на обеих руках разницы нет, на ногах выше, сердечная аскультация без особенностей, выраженный красный дермографизм. Что это такое, дермографизм красный? Красный отец, это изменение наушных по полоске, да, проведено. Это что, это гиперсимпатика-то не, да? Вспоминаем Александра Македонского, он отбирал таких людей себе, да, в вардию, в охрану, да? То есть люди с симпатической реакцией, которая быстро реагирует, у них, да, то есть это бойцы, да? Вот такой он и есть. План действий. Смотрим дальше. Мониторинг давления в домашних условиях. Делаем? Проще всего, да, врачу никаких усилий не надо. Дал дневничок и рассказал, как что делать, да? Анализ крови, мочи, включая микроэльбоминурию. Делаем. Критинин с расчетом? Делаем, да. Натрий, калий, глюкоза, уровень холестерина, липидный профиль? Делаем, да? ЭКГ? Эхо. Да. Доплер сосудов шеи? УЗИ почек и артерий почечные смотрим? 40 лет? Смотрим, да? Офтальмоскопия смотрим, щитовидную железу оцениваем, да? Ну, хотя бы ТТГ надо сделать, тахикардия в покое, но при этом он избыточную массу, да, имеет. То есть, что-то там есть, да? Может быть. Тесты. Я сразу говорю, это то, что выявлено, патология. То, что не говорю, патологии там нет, да? Уровень давления в домашних условиях 140, 145, 90, 95. Напоминаю, при домашнем мониторировании норма 135, 85. То есть, это стойкая гипертензия, невысокая, да? То есть, умеренная гипертензия, но стойкая повышение давления. Холестерин 5,8, повышен, да? Трелицериды 1,8, повышен. Глюкоза крови 5,6. Мне не разделились, да? Мне не разделились. Хорошо. Посмотрим дальше, да? Я скажу сразу, что когда есть сомнения в этой ситуации, либо сделать профиль, а лучше нагрузку. Я бы сделал нагрузку. Я бы нагрузку сделал, да? Микроальбуменурия 40 мг, тем более, да? И офтальмоскопия ангиоспазма сосудов сетчатки. То есть, вот картина, которую мы получили. Надо лечить? Да. Четко. Все говорят, да. Да. А какой уровень риска? 3. 3, высокий. Трудно сказать. Хорошо. Какую я в шкалу? Скорбелем, да? Я еще раз говорю, более тупой и дурной шкалы я в жизни не встречал, да? Мужчина, не курильщик, 40 лет. Холестерин вот между 5 и 6, давление между 140 и 150. Единица. Надо лечить? Десятилетний риск единица, да? А, стоп, 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 стоп. Давайте по другой смотрим, да? То есть, когда сомневаешься, да, то начинаешь. Вот это та ситуация, когда на клетке льва видишь надпись осел, не верь глазам своим, да? Вот это та ситуация. Смотрим фактор риска, который надо оценивать. А мужской пол есть? Есть. А холестерин повышенный есть? Есть. Трелицериды есть? Глюкоза в плазме 5,6-6,9. Кто говорил 5,6 норма? Нет. А, 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 а. 5,6 надо смотреть дальше. Дальше. Десять лет назад, ну, пять лет назад ситуация была, поэтому мы ему тогда не сделали нагрузку, да? Сейчас бы, наверное, нагрузку бы сделали, да? Потому что 5,6 это все-таки появилось не так давно. Дальше. Ожирение есть, ожирение абдоминальное есть и семейная анамнеза есть. Семь факторов. Сколько надо? Три больше, да? То есть, семь факторов. Смотрим риск. Вот он, высокий риск. 5% за 10 лет. Вот тут четко мы понимаем, надо лечить. Надо лечить и надо лечить достаточно интенсивно. Лечить и немедикаментозная терапия, изменение способа жизни. Что назначить? Давайте так, я немножко порассуждаю, а потом придем к тому, что ему назначили в реальной жизни. В популяции есть риск развития заболеваний, любых, правда, да? Вот гриппом, вероятность заболеть сейчас такая, будет эпидемия, будет другая. Кариесом заболеть у нас, да? Онкологией тоже, да? И так далее. Вот есть риск развития сахарного диабета, правда? Вот в нашей аудитории можем сказать, что через 10 лет диабета будет больше, да? В нашей аудитории. Так. Да, вот есть этот риск. Если посмотреть больных с повышенным давлением и не повышенным давлением, то есть нормальным давлением, риск развития диабета в два раза выше при повышенном давлении. Про патогенез этого говорить не будем, это очень долго. Мы просто говорим о другом, что если есть повышенное давление, то вероятность того, что через год развьется диабет в два раза выше, чем у того, которого давления повышенного нет. По тем или иным причинам. И вот это самое главное, что, то есть риск развития диабета у гипертоников выше. Первое, да? Второе. Прием, хронический длительный прием антигипертонизивных препаратов тоже может ассоциироваться с увеличением или снижением риска развития диабета. Если взять диуретики за единицу, то при приеме плацебо в исследованиях риск развития диабета был на 23% меньше. Если взять блокаторы рецептора ингибитора АПФ, то при их приеме риск развития диабета был меньше. Антагонисты кальция мало отличались от плацебо. То есть на самом деле вот тут появляется элемент выбора. У больного есть склонность к тому, да? У него есть нарушенный метаболизм карбогидратов, да? На начальном этапе у него есть избыточная масса тела, то, что мы называем метаболическим синдромом. И, наверное, вот выбор препарата должен базироваться на том, чтобы у него не развился потом диабет. Правильно? Аргумент один есть. Второй аргумент. Степень снижения давления. Вот это данные суточного мониторинга давления. Сравнение различных блокаторов рецепторов ангиотензина-2 на тот момент, вот 5 лет назад, чуть больше, да? Вот если посмотреть степень снижения для систолического 10, диастолического примерно 5-6 мм тутного столба. Хватило бы ему одного препарата? Конечно, да? В принципе, вот у нас как бы определились. Единственное, что прошу обратить внимание, что вот как бы алмезертан выглядит как более мощный по сравнению с другими блокаторами рецептора в этом анализе препарат, который снижает давление. Так? Идем дальше. Микроальбоминурия. С блокаторами рецепторов сделано много исследований с микроальбоминурией. Вот было исследование Amarval, было Innovation, было исследование Roadmap, может, кто-то даже участвовал, больных давал для него, да? То есть ситуация какова? Больным с диабетом без микроальбоминурии давали. Блокаторы рецепторов, они предотвращали развитие микроальбоминурии. И исследования уже с развившейся микроальбоминурией показывали, что блокаторы рецепторов тормозят прогрессирование и развитие почечной недостаточности. То есть второй аргумент, да? Есть. Третий аргумент мы могли бы рассматривать то, что блокаторы рецепторов ангиотензина-2 обладают большей способностью регресса, гипертрофии левого желудочка. К сожалению, вот у нас 5 лет назад данных, о том, какой у него была масса миокарда, у нас нету, поэтому, в принципе, этот аргумент мы здесь сегодня не рассматриваем. То есть вот у нас есть два аргумента. Теперь немножко пофантазируем. Вот в этом году у нас появился препарат, который называется Азилзартан. Это новый Азилзартан, который придумал японский фармацевтический концерн Токеда, концерн, который создал Кандезартан когда-то. И сейчас они усовершенствовали молекулу таким образом, что эта молекула лучше соединяется с рецептором и дольше находится в соединении с рецептором. То есть она лучше блокирует. Что это дает? Это дает более выраженный антигипертензивный эффект. Вот сравнение антигипертензивного эффекта. Азилзартан, зеленый и красный, доза 40-80 мг, половинная и полная суточная доза. Ромиприл, 10 мг, полная суточная доза. Вот вы посмотрите, насколько на офисное давление и на суточное давление эффект отличается. То есть более мощный препарат. Вы скажете, нуромиприл, наверное, не самый сильный антигипертензивный. Окей, давайте смотреть дальше. Валзартан 320 устраивает? Хорошая доза, да? Да. И вот давайте смотреть, насколько мощнее эффект, больше, чем валзартан, в том числе на суточный мониторинг. Теперь давайте посмотрим. Вот примерно получается 16-17 мм для систолического давления. Вот оно достаточно хорошо. И еще, помните, алмизартан выглядел как самый сильный. Вот сравнение алмизартана и двух доз азилзартана, 40 и 80 мг. У нормогликемических преддиабета и диабета. Специально сделанное исследование показало, что при преддиабете и диабете почему-то азилзартан намного мощнее алмизартана. Не знаю почему. Да, здесь разница есть достоверная, но не такая большая, а здесь намного больше. Ну, так вот, собственно говоря. Я думаю, что, наверное, вот если бы на тот момент 5 лет назад был, то я бы, в принципе, я лично, да, персонально бы назначил азилзартан. Но, жизнь не из жизни, доктора тогда бы назначили ему изменение способа жизни, мониторинг нотариального давления и бисопролол 5 мг. Сразу оговорюсь, я ничего плохого не вижу у назначения бисопролола в данной ситуации. У больного есть симпатикатония, да, и эти симптомы симпатикатонии, сердцебиение, да, какие-то все вещи, да, реакция его на психоэмоциональные, физические нагрузки. То есть вот эти бетаблокаторы очень хорошо устраняют эти симптомы, быстро. Да, второе, бисопролол, селективный бетаблокатор, да, и, в принципе, его влияние на уровень глюкозы, да, скажем так, достаточно нейтральное. Поэтому я не считаю это ошибкой какой-то, все, то есть пациенту назначили. Тем более, что через месяц, когда он пришел, давление у него нормализовалось. Ясное дело, что он ничего в своей жизни не менял, да, да, но все жалобы прошли, побочные эффекты в 40 лет бисопролола не проявились, он довольный, счастливый ушел. Мы ему сказали, продолжайте все, больше он не пришел, да, не захотел. Прошло время, часы посчитали 5 лет, и через 5 лет его доставляют к нам в реанимацию скорой помощи с следующей симптоматикой. После двух недель интенсивной работы в командировках, он бизнесмен, занимается, да, такой командировки, напряженная работа, вдруг у него внезапно появилась головная боль, слабость, а не менее левой половины, половины тела, нарушение речи и нарушение четкости зрения, да. Значит, нарушение четкости зрения, опять же, глазодвигательные, да, мышцы изменились, ну, то же самое, что слабость в руках, да, тонус изменился, поэтому появилось двоение, да. При обследовании сознание разговаривает медленно, подбирая слова. Ну, видели таких пациентов, да, как бы они вспоминают, да, это. Давление 182,98, запомните это давление, будем сейчас его обсуждать. Частота 90, неврологические симптомы, слабость мышечная, с одной стороны, и снижение там же чувствительности, то есть половина, да, так, по типу геми. Итак, я визуализацию еще покажу на следующей картинке, здесь посмотрим УЗИ сосудов шеи, интима медиа 1,1,1,3, то есть атероскеротическое поражение сонных артерий, причем в правой атероскеротическая бляшка 2,5 мм с сужением диаметра 30%. Незначимая, но хотя значимость, значимость по УЗИ я бы, я бы оценивал с очень большой осторожностью, да. Биохимический анализ, холестерин 7,4, общий, низкой плотности 4,6, высокие цифры, да. Три глицериды 3,2, глюкоза 8,2, грикинин 88, то есть скорость кубочковой фильтрации больше 110, то есть у него гиперфильтрация. То есть вот этот такой типичный диабетик, да, без особого стажа, но диабетик, да, аорта 39, предсердие 41, но на грани, на грани, да, но КДО 160 мл, да, то есть левый желудочек растянут, фракции выбросов всего 50, 50, индекс массы 155, то есть выраженная гипертрофия левого желудочка и микроальбоминурия 250 мг в сутки, да, то есть вот это к чему пришли за 5 лет. Я думаю абсолютно, что это не связано с тем, что ему был назначен бисопролол, а связано с тем, что он вообще не лечился, что он перепух прошел, повышенное давление и повысокая глюкоза в крови не болят, да, и он с этим жил, гулял, все, в конце концов, пока у него не возникли новые симптомы. Визуализация, да, два очага обнаружили, да, скорее всего, ну, давность, КТ не говорит о давности, да, то есть давность определить сложно, какой из них свежий, какой нет, два маленьких очага, это типичные, в принципе, маленькие очаги для гипертензии, да, лакунарные, ну, хотя лакунарные, они ближе вот к поверхности мозга чаще наблюдаются, наблюдаются, вероятно, если бы у него вот были бы ближе сюда, то в этой ситуации у него бы симптоматики не было, а здесь они задеты чувствительные, как это мышечные тракты, да, и поэтому у него появилась симптоматика, симптоматика, что на самом деле для него плюс, потому что он все-таки попал к врачу. Когда таких инсультов много, да, в результате развивается, нарушаются распознавательные функции, да, и у пациента возникает деменция, то есть вот этот вариант сосудистой деменции у больных гипертоников до после 60 лет достаточно часто наблюдается, как последствия, последствия вот таких пропущенных, нелеченных ситуаций. Каков риск? Риск повторного инсульта после инсульта в течение 30 дней 10%, в течение года 15-20%. То есть риск очень высокий. Что надо делать? Первое, обсуждаем, нужно ли снижать ему давление в острую фазу. Смотрите, вот есть, то есть большинство не надо, но есть мнение, что надо. Обсуждаем. Доказательная база. Последнее исследование 2012 года, исследование СКАСТ, когда больным с острым инсультом, с давлением больше 140-90, в течение 30 часов от начала заболевания назначали кондезертан и плацебо. Почему выбрали кондезертан? Было исследование до этого АКСС. Якобы кондезертан показал, что он может снижать объем поражения и улучшать выживаемость. Посмотрите, полугодичное наблюдение показало, не показало преимуществ кондезертана, а наоборот, он даже несколько хуже был. Это исследование закрыло, я думаю, что на ближайшие несколько 10 лет, закрыло вопрос обсуждения в течение первых трех суток антигипертензивной терапии. В рекомендациях и украинском протоколе что написано? 220-120 не лечить. Лечить только в случае, когда есть кровотечение, острая сердечная недостаточность, острая ишемия и расслоение аорты. В остальных случаях не трогать. Или же, когда вы планируете тромболитическую терапию инсульта, снижить ниже 180. Договорились? Договорились. Те, кто хотел снижать, я понимаю, рука тянется к снаряду, хочется лечить, но лечить не надо. Лечить не надо. Увеличивается объем поражения. К сожалению, правда идет совершенно другая, чем наше представление о том, что происходит. Поэтому, наверное, мы не все представляем. Поэтому острый период забыли. Пациент хорошо пошел. На второй день восстановилось зрение, то есть тонус мышц восстановился глазодвигательных, слабость и потеря чувствительности на четвертый день. К десятому дню больной с нулевым уровнем по шкале Ранкина, то есть полным восстановлением, выписан домой на реабилитацию. Шкала Ранкина – это оценка такая достаточно простая, оценка инсульта. Какой у него риск? Очень высокий. 20% за 10 лет. Что это означает? Это означает, что такой больной может не дожить, с очень большой вероятностью, до 55 лет. Что надо? Его надо лечить и предотвращать, в первую очередь, повторный инсульт. Кто наблюдает таких пациентов? Семейные врачи и семейные врачи. Ну, я думаю, что семейные врачи – это вы хотите, чтобы он наблюдал, да? А, как правило, они идут к неврологу зачем-то, да? Если есть неврологи, обижайтесь на меня сразу в зале, потому что я вас хочу заставить работать по-другому, да? Что назначают неврологи? Все, что угодно, да? То есть пациента, в принципе, это процесс не репарации нервной ткани, не заживления, не восстановления, не это. У пациента проблема сосудистая. И сосудистый подход должен доминировать в предотвращении всего остального, да? То есть это должно быть снижение давления, это должен быть статин, и поскольку это ишемический инсульт, это должен быть антитромбоцитарный препарат. Синусоворит мы антикоагулянты не обсуждаем, так? То есть, в принципе, вот назначите три этих компонента, а потом назначайте любую метаболическую, рассасывающую, ноотропную, любую другую терапию. Согласны, да? Идем дальше. А что вы включили этого пациента, что у него так стало хорошо? А, само все по себе стало хорошо. И инсульт так стало хорошо. Ну, инсульт, если его не трогать, он хорошо, то он сам лечится. Не трогать? Да, сейчас будем... У нас любят капать. Да, не, ну, естественно, да, цитикалин, святое, да? Потом еще церебролизин и цереброкурин. Сразу. Один лизирует мозги, а другой лечит, да? Смотрите, он пришел к нам через два месяца. Мы ему, безусловно, назначили антигипертензивную терапию, комбинированную. Мы ему дали периндоприл с эндопамидом, фиксированную комбинацию. Мы дали, с пятых суток ему назначили антигипертензивную терапию. Конечно, да, все. Мы с пятых суток дали ему антигипертензивную терапию. До этого симптоматическая терапия. Еще раз говорю, периндоприл с эндопамидом. Было исследование прогресс, которое показало, что такая комбинация. Мы дали в хорошей дозе, в максимальной дозе. Но через два месяца он пришел к нам. Вот с каким давлением. Это суточный мониторинг. Кто немножко не понимает, говорю сразу. Не обижайтесь, я в разного уровня подготовки врачи есть. Поэтому все. Смотрите, вот этот пунктир, это 140-90, а вот это 120-80 в ночное время. То есть, посмотрите, все время выше. Что систолическое, что диастолическое давление. И практически нет ночного снижения давления. 170-100 среднее давление приблизительно. На фоне комбинированной антигипертензивной терапии. То есть, пациенту нужно менять терапию. И мы понимаем, что должна быть все равно комбинация. Что назначить? Начнем с простого. Антигипертензивная терапия значительно уменьшает риск повторного инсульта и ассоциированный сердечно-сосудистый риск. Написано в рекомендации. Целевой уровень меньше 140-90. Понятно, да? И польза от лечения такого больного и предотвращения повторного инсульта зависит от снижения давления как такового, а не от препарата, который, собственно, назначается. То есть, перенесенный инсульт не определяет тип препарата, который мы ему назначаем. У него есть что? Диабет. И диабет в этой ситуации является ведущим в определении. Для диабета что надо? Либо ингибитор АПФ, либо блокатор рецепторов. То есть, как базисный препарат, и дальше на него наслаивать все остальное. То есть, так ему и назначили, но было мало. Давайте смотреть. Это, опять же, приказ украинский, рекомендации. Что мы можем назначить? Диуретик плюс ингибитор АПФ пробовали. Диуретик плюс блокатор рецепторов. Бета-блокатор антагонист кальция как бы не очень. Все-таки нужен либо ингибитор, либо блокатор рецепторов. Ингибитор АПФ антагонист кальция, блокатор рецепторов антагонист кальция. Либо 15-20% требует третий препарат. И в качестве вот такого третьего препарата, опять же, в рекомендациях написано блокатор ленино-ангиотензиновой системы, антагонист кальция и диуретик. То есть, в принципе, вот такой бы подход ему пошел бы за милую. То есть, в принципе, он требовал назначения третьего препарата в виде антагониста кальция. То есть, логичным было бы. Мы пошли немножко по другому пути. Я расскажу нашу логику. Посмотрите, что получилось. Напоминаю ситуацию. Азелзартан более сильный, чем алмезартан. Особенно у больных с диабетом или преддиабетом. Следующая комбинация. Японцы, перед тем, как делать фиксированную комбинацию на рынок, выводить, сделали сравнительное исследование. Азелзартан плюс 25 мг гидрохлортиазида. Азелзартан плюс 12,5 хлорталидона. Хлорталидон знаете, да? Тиазид-подобный диуретик. Один из самых лучших антигипертензивных препаратов по всем исследованиям, не проигравшим ни одного исследования. Что получилось? У азелзартана с хлорталидоном был более выраженный антигипертензивный эффект. То есть здесь в чистом виде азелзартан сравнивался, то есть сравнение обеспечивало разницу. При этом сравнение обеспечивал хлорталидон. Поэтому они выбрали на будущее вот эту комбинацию. Азелзартан плюс хлорталидон. В следующем году выйдет Эдарби плюс с хлорталидоном. То есть такая вот комбинация, которая более мощным антигипертензивным эффектом обладает. Еще одно исследование уже напоследок. Я вас исследованиями утомил. Азелзартан плюс хлорталидон и алмезартан плюс тиазид. Посмотрите разницу по суточному и разницу в нормализации давления. Вот собственно говоря, что более мощный эффект антигипертензивный и так далее. Где взять хлорталидон в Украине? В Тенорике. Вот мы пошли по этому пути. То есть безусловно, еще раз говорю, что антагонист кальция в принципе ему пошел. Наверное бы мы все-таки не амлодипин бы назначали, а скорее всего веропамил или гельтиазем, учитывая частоту сердечных сокращений. Учитывая его симпатику тони, учитывая все. Но тут нам сама подсказала ситуация. Азелзартан 80, фиксированная комбинация хлорталидон плюс атенолол в Тенорике. То есть атенолол здесь. Я не вижу ничего страшного. У него диабет уже есть. Второго диабета у него уже не будет. 45. Ну так и второго диабета у него не будет. Но ухудшения профиля не будет? Атенолол? Мужчина 45 лет. Мужчина 45 лет. Мужчина 45 лет. Ах, как я, вот сразу женщины как заиграли, да? А нормализация давления у него, как это, улучшит это? Тоже не улучшит. Тоже не улучшит, да? Каждый держал в руках садовый шланг и знает, что если давление большое, то шланг, а когда давление низкое, шланг другой. Это все знают, да? Но тем не менее это делать надо, да? Аторвостатин 40 миллиграмм, ацетилсалициловая кислота 100 миллиграмм, метформин 1500 миллиграмм. Я еще раз говорю, вот эта ситуация, это наше было, так сказать, приложение, экспромт. Для нас было важным попробовать эту ситуацию. И что мы получили? Вот смотрите. Через месяц, да, практически мы загнали все в рамки пунктира, да, в том числе появилось ночное снижение давления. Ночное снижение давления. В этой ситуации мы для себя решили, что в принципе это хороший результат, и этот результат остается. Хочу напомнить про статины. Вопрос о статинах стоит так. В рекомендациях наших 2012 года, писались в 2011 году, написано целевым является уровень холестерина общего 4,5, холестерина низкой плотности 2,5. Больные должны получать либо с перенесенными сердечно-сосудистыми, либо с высоким сердечно-сосудистым риском. То есть он годится. Вопрос целевого уровня, да, сейчас вот европейские рекомендации дают более жесткий уровень, а американцы вообще ушли от уровня, они сказали, есть высокая интенсивность терапии с статинами и средняя, да, больше ничего нет. Высокая интенсивность, этому больному показано, это должно было быть 80 миллиграмма торвостатина. На самом деле, да. Единственное, что скажу, в нашей стране 80 миллиграмма торвостатина воспринимается, да, так, скептически. Да нету с печенью ничего, ну, да, скептически. Вот поэтому так вот, поэтому вот мы заканчиваем таким антигипертензивный препарат, комбинированный, в данном случае 3, да, статин, и антитромоцитарный препарат, здесь ацетилсалициловая кислота показана, и сахароснижающий препарат, монотерапия, или на самом деле ему пришлось потом добавлять второй препарат, глипирамид, да, он второй, он в комбинацию пошел, метформин, с глипирамид. Вот такая вот он сейчас принимает эту комбинацию, и ничего себе живет вот таким образом. Если у вас есть вопросы, комментарии, да, конечно. У него фракции выбросы какая была? 50, последний раз 50. У нас, понимаете, мы решили все-таки какую-то фиксированную комбинацию дать. Хлорталидона у нас нету в чистом виде, да, а есть в виде тенорика, поэтому нам хватило вот этой ситуации. На самом деле 50% фракции выбросы, это нормальная, и корвидилол в данном ситуации не является препаратом выбора. Если бы, допустим, у меня было Эдарби+, может быть, я бы ему дал корвидилол, как в чистом виде. Понятно, да? Но я в этой ситуации, еще раз говорю, я искал хлорталидон, да, я его нашел. Там мне. А как хлорталидон вообще? А вот куда я знаю? Знаете, как вот, это та ситуация, когда мы, я с нашими производителями разговаривал много, он копеечный, как теозит, понимаете? И, естественно, никто не хочет вкладывать деньги в раскрутку его, да? Это же деньги, да, вложить в раскрутку хлорталидона, а он копеечный, какой бизнес из этого? Никакого. Люди думают о своих деньгах, поэтому это навряд ли. Я не думаю. Индусы вроде бы его зарегистрировали, но они его не завозят. Вот ИПК, которая делает тенорик, она его зарегистрировала. То есть он есть в перечне зарегистрированных препаратов, но в продаже его пока нет. Я думаю, что вот если будет и Дарби плюс, в следующем году будем обсуждать возможности хлорталидона в комбинации. Спасибо. Спасибо.